здравствуйте мы на прогулке собачкой что-то там собачка нанюхала а я заодно решила поснимать вот такая вот юка очень очень колючие у нее веточки и вот тут она цветет посмотрите какая красота красота да они еще не раскрылись полностью цветочки такая вот кучка цветочек красивая прям их толпятся я решила так сегодняшние прогулки у нас так прохладненько пока сильного солнца нету так пройтись и кое-что заснять интересненького хотя у нас сейчас лето летом у нас очень мало чего цветет уже все цвело до июня почти все цветает потом будет опять с августа вот красота да кстати я свою q тоже показывала осенью снимала у меня зацвела юка тремя цветками но у меня не был интернет все это вам показать и пришлось эти ролики стереть ну надеюсь за цветет у меня еще есть вот так вот как то так вот у нас тут и дома и просто участки везде цикады вот так вот и вот как я вам говорила в том видео где показывала леандры что они везде тут такой аккуратненький дачный домик вот такие цвета у нас есть темненькие расцветки и вот опять попадается белый красивый да что что плохо вот я пробовала обрывать веточку олеандра ставить вазу она даже полдня не держится вяйнут цветочки не для среза в общем жаль а их тут очень-очень много можно вот так когда прогулку делаю собачкой срезать скажем и приносить себе вазочку цветочек но нет не держатся они вот так зака пока я тут привязала чтоб не мешал снимать дадак ой зеваешь мой хороший да вот подошла поближе тоже видимо посадили зак не тяни меня посадили белый и розовый сорт вместе ну смотрится красиво зак не тяни пожалуйста ну вот тянет собачка как снимать да вот фокусирует не фокусирует так солнце вышло главное вышли погулять пока нету солнца солнце она у нас всегда кто у нас тут сидит кто у нас тут сидит богомол посмотрите какой он светленький так а ну-ка вот такой вот под белый цветок чтобы его не было видно какие же они интересненькие посмотрите что я видела в одном дворе такой вот маленький скажем дачный дом и посмотрите какие статуи но это прям греческий греческий стиль это фанаты древней гречи греции интересно да они такие не крупные ну наверно пол полтора метровые и конечно же у нас везде инжир на дорогах у людей на участках вот он уже поспевает так сейчас я приближу покажу вот он для любителей честно говоря я его не люблю но в виде варенья кушаю последние года мой муж очень любит варенье и сыром виде а сами греки его почти не едят они вот так вот созревают падают но у них она спокон веков они объелись им даже не тянет их кушать и вот там вот красивый олеандр обязательно сейчас покажу поближе вот опять я знаю повторяюсь но не могу пар не пройти мимо и не снять очень красиво ухоженная олеандра да тоже вот смешивая цвета и мне очень очень нравится это красиво такие вот машина проехала как всегда что-то помешает но ничего но ничего так вот такой вот темно-розовый цвет темно-розовый с белым красиво сочетается да так вот так вот примерно опять показываю где то есть участки где-то дома как то так у нас наш дачный райончик выглядит вот такой вот дачный домик хорошенький убранный и вот посмотрите кто мне спрашивал кто-то мне говорил показать вот эти вот как их назвать горшки горшки до цветами вот у нас крупные горшок достаточно крупный но растение в нем еще крупней она уже переросло ему надо пересадку да тикас красавица вот они без воды вот так вот и растут у нас сейчас пока в такое время мало чего цветет почти ничего цветущего нету все цветущее было весной так пойду посмотрю поближе может что-нибудь найду а вот я так чуть-чуть через забор покажу цветет одна розочка вода рожки убрана чистенько и вон опять этот тикас смотрите какой он большой он зацветет его на верхушке вон уже цветоносы как-то так вот выглядят почти все греческие дворы участки дачные и вот я иду дальше красивые домики красивые заборы мало чего цветет конечно как я говорила до этого вот опять инжир зашла на такую улочку новинку я никогда сюда не заходила пойдем посмотрим что там а есть вот еще один элемент который хотела показать это заведено у греков вот такие вот церквушки во дворах такие вот церквушки ставят во дворе там тоже внутри иконы зажигаются свечи свечи и как-то вот такое вот есть частенько можно увидеть в разном стиле готовых покупать некоторые делают самодельные как вот такой кустарничек у меня тоже есть тут сейчас собачки кричат извиняюсь за шум эти вот сиреневые да у меня пока в этом году не цветет еще а так они везде тоже так вот еще с другой стороны этот красивый дачный дом тут такая зелень сосна туи там внутри очень красиво дак не тяни меня пожалуйста так собака тянется испугалась других собак так 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 подожди 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 мой хороший подожди покажем там цветочки есть там ну вот там есть цветочки так извиняюсь кое-что цветет вот опять этот цикас который я говорила видите он почти в каждом саду не почти в каждом такой вот красивый дачный дом и оливковое дерево а так обычно вот так вот у нас без газонов очень-очень жарко у нас очень много много воды для этих газонов и вот как-то выглядит вот так осенью опять будет травка зелененькая весной она у нас есть и как бы я могла пройти мимо и не увидеть кактус и посмотреть вот тут такая как сказать ее в ней цветочки как она называется элемент декора а там кактус и хинопсис и в глубине еще вон собирается цвести крупный крупный ну ему лет может 15 больше 10 это точно вот так вот греческих садах есть всегда мушмулы вот дерево если я правильно называю и вот такие вот я знаю греческое название как его называете вы я не знаю извиняюсь он очень-очень пахучий запах у него очень-очень-очень резкий вот я сами его тут называют тоже любят греки это растение очень оно в каждом в каждом саду вот видите вот такой вот жаль что камера не передает запах было бы очень приятно вот показывала я вам в тот день когда показывала лиандры да вот эту вот лиану так чтобы мне поверили она везде она везде где не пройдешь почти везде в каждом дворе тоже вот она и обычно такой расцветкой попадается очень редко красный цвет видимо более капризники а вот этот он растет все сам по себе вот такой вот часто даже приближусь покажу их поближе какие они большие красивые наверное стоит их показать да посмотрите какие они крупные они такие как сказать коралловый цвет такой интересный цвет фокусирует камера интересно да вот теперь фокусирует и то они уже выгорели от цвета вот такие вот их помогу-помногу на каждым на концах веток по столько цветочек такое время года они цветут вот давайте заглянем чуть-чуть в этот дворик вот тут есть маленький кусочек даже там в глубине там есть газончик вот попадается с газончиками сады так сейчас вот так вот видите там пальмы как у меня пальма вашингтонская вот так вот можно чуть-чуть показать надеюсь нас никто не поругает тут никого нету стрижены кустарники вон туи как-то так а тут наверное какие-то нет это кустарник или это что кустарники зелено красиво вот еще дачный домик и вон опять талияна так зак меня как всегда тянет видите и вот опять такая же ли она она везде дальше тоже что-то там цветущая пойдем покажу так не дала нам собака подойти поближе гавкает такая крупная вот тут цветет глициния она у нас цветет весной и осенью ну вот что-то видимо захотелось ей сейчас среди лета к сожалению собаки не дают нам подойти мы боимся особенно дзак окна о